Музыка Пробыв у нас минут 40, губернатор стал прощаться. Провожая его в прихожую, я сказал, да, губернаторам много грехов проститься за это время на том свете. Блок вышел в подъезд, сел в свою пролетку и уехал домой. А через несколько минут в столовую вбежала перепуганная нянька. На ней не было лица. Барин, там губернатору голову оторвало. Бомбой. И невозможное возможно. Дорога долгая, легка. Когда блеснет вдали дорожный мгновенный взор из-под платка. Когда звенит тоской острожной глухая песня ямщика. Выглянув в окно, я увидел, что из домов и из подъездов выбегают люди, которые все устремлялись в одну сторону, к губернаторскому дому. Наскоро, одевшись в форменное платье, я отправил городового за извозчиком и тоже вышел на улицу. Люди бежали по мостовой и по тротуарам. Меня это увлекло, я побежал вместе с ними. И бежал, покуда хватило духу. В третьем квартале от меня, на углу моей улицы и в Изнесенской, против большого трехэтажного здания, где размещалось управление железной дороги, стояла огромная толпа народа. Когда я дошел, наконец, до толпы, мне стоило неимоверных усилий протискаться вперед, так как полиции рядом со мной не было, а каждый, расталкивая других руками и ногами, лез, чтобы посмотреть на что-то бесформенное и черное, лежавшее в свободном от народа пространстве. Слышались всклипывания, соболезнования, ругань и угрозы в чей-то адрес. Я все не хотел верить в то, что становилось ясным для меня и протискивался вперед, чтобы убедиться в том, что это случилось. Добравшись, наконец, до этого свободного пространства, я с недоумением уставился на что-то черное, окровавленное, лежавшее в огромной луже крови у самого закругления конки, поворачивающей тут на Вознесенскую улицу. Я все смотрел на лежавшее передо мной тело и не мог понять ни того, где его голова, ни где ноги, и вообще не мог установить позы этого тела. Толпа стала наседать, так что я чуть не наступил на убитого и коснулся ногой лужи крови. Городовые, которые окружали тело, не могли справиться с напором толпы. Тогда я приказал полицмейстеру послать за полусотней казаков. Казаки прибыли и окружили лежащее на мостовой тело плотным кольцом. Полицмейстер доложил, что по собранным им наскоросведениям преступление совершилось так. Едва блок стал поворачивать с Воскресенской улицы на Вознесенскую, с правого тротуара от группы из трех лиц, двигавшихся по улице, отделился молодой человек, который сошел с тротуара и направился к экипажу губернатора. Не доходя нескольких шагов, он бросил бомбу, после чего раздался страшный взрыв. Пролетку разбило, лошадь была убита, а губернатор и кучер упали на мостовую. Губернатору совершенно оторвало голову, а кучеру было нанесено очень много ран. Но он пока был жив и отвезен в больницу. Между тем, к месту убийства прибыло духовенство с певчими, и над растерзанным трупом стали служить панихиду. Убитого губернатора окружило огромное волнующееся море людей. Тысяч 15, по крайней мере. Задние, те, что не могли пробиться вперед, взволнованно расспрашивали пришедших ранее, как это произошло и что осталось от только что живого человека. Во время панихиды я стоял у самого трупа и смог, наконец, рассмотреть печальные останки губернатора. Голова его была оторвана так, что от нее осталась лишь часть нижней челюсти с клоком бороды. Все остальное было разнесено в воздухе и превратилось в брызги, которые усеяли крыши окружающих это место домов. Глаз губернатора был найден позже на крыше управления железной дороги. Черный форменный сюртук, который был на блоке, был разорван в клочья. Одна рука и ступня одной ноги исчезли бесследно. Удивительно, что золотая цепочка, висевшая на шее губернатора, с довольно большим золотым образком, остались неприкосновенными. И теперь образок продолжал лежать на груди, лишенной кожи. Я был глубоко потрясен, увиденный мною картиной. Так что во мне все сжалось и онемело. И только одна мысль ярко работала в моем сознании. Я все не мог смириться с тем, что лежавшее передо мной бесформенное тело и был бедный Иван Львович, с которым я беседовал всего каких-то полчаса назад. Мне все казалось, что это кошмар, наваждение, и это тело не может быть губернатором Блоком. Удивительным мне казалось и то, что я не слышал взрыва такой силы на близком расстоянии от моего дома. Позже мне говорили, что взрыв был слышен даже далеко за городом. По-видимому, взрывная волна шла в другую сторону, а колебания воздуха по направлению к моему дому были задержаны высокими постройками. Ну вот, думал я, Ивана Львовича убили. Теперь очередь за мной. Может быть, в этой самой толпе, окружающей нас соблошным кольцом, притаился и мой убийца, который только поджидает удобного момента. Мысль эта меня нисколько не волновала. Мне было как-то совершенно безразлично. Помню, пронеслось в голове соображение, что смерть Ивана Львовича была очевидно совершенно безболезненна. Одно мгновение, и орган сознания обратился в рызг. Заметил ли он приближение к себе убийцы и со столь очевидным намерением? Может быть, это чувство ужаса ожидания удара и было последним его ощущением? Узнала ли о катастрофе бедная семья Блока, жившая в это время на даче? Дали ли ей знать, и в каких выражениях? Когда стали петь со святыми упокой, нервы сколыхнулись снова. К спине побежали мурашки, а из глаз потекли слезы. Все благогобейно опустились на колени, и каждый взволнованно и от всего сердца помолился о успокоении души усопшего. Между тем, прошло больше часа с минуты убийства, а судебные власти все не являлись. Товарищ прокурора, исполнявший в это время его обязанности, хоть и был в городе, не приходил. Карета скорой помощи Красного Креста давно приехала, и вынутые из нее носилки стояли возле растерзанного тела. Толпа росла с каждой минутой. Казаки, осаживавшие ее, выбивались из сил. Между тем, в толпе стали раздаваться восклицания. Восклицание – это все жиды, бить их надо. Вот еще только погрома мне не хватало, подумал я. А у меня не сделано распоряжение на этот счет. Сию же минуту я приказал полицмейстеру по телефону распорядиться, чтобы казаки и эстлянский полк были на готове выступить, как только это потребуется, а по всему городу разослать патрули. Прокурора все не было. Тогда, опасаясь, что казакам не сдержать напирающей толпы, я приказал положить тело на носилки и везти в губернаторский дом. Тело положили на носилки, а так как они были холщовые, кровь сейчас же стала просачиваться сквозь них. Что же будет, когда тело внесут в дом? Мелькнуло у меня в голове. Белая мраморная лестница, зала будут обрызганы кровью. Какого это будет видеть семье? Тогда я решил ехать в губернаторский дом первым и приказать постелить по ходу следования половики. Когда тело увезли, огромную лужу крови у поворота рельсов засыпали опилками, потом их собрали. Но черное пятно все равно оставалось на мостовой и было видно еще около недели. И всю эту неделю вокруг него стояли любопытствующие, которые пытались этим созерцанием представить себе картину убийства. Тело повезли шагом. А потому я приехал в губернаторский дом заблаговременно. У подъезда, опершись головой о колонку подъездного зонта, стоял один из мальчиков блока и горько плакал. Мне стало до боли жалко его, и я сам заплакал тоже. Нежно приласкав бедного мальчика, я повел его в подъезд, где мне сказали, что вся семья только что приехала с дачи и уже все знает. Приказав поставить в большой зале стол и накрыть его простыней, а по пути разослать половики, я вошел в столовую, где находилась жена губернатора. Едва я вошел, она истерично плача вцепилась в мою руку и стала прерывисто спрашивать, как это было. Я стал рассказывать, но она меня не слушала и все повторяла свой вопрос. Очевидно, она не понимала меня, и рассказывать было бесполезно. Тут же горько плакали две дочери блока, которые по моей просьбе оторвали от моей руки мать, усадили ее на диван и стали поить водой. Я пошел делать распоряжение. Тело привезли, поставили на носилках на стол. В зале собралось очень много народу, власти, доктора. Нужно было решить, как действовать дальше. Тело было так растерзано и имело такой содрогающий вид, что мне казалось необходимым немедленно положить его в цинковый гроб, запаять и отпивать в закрытом гробе. Но мадам Блок и слышать об этом не хотела. Как положить тело необмытым, растерзанным? Даже не говорите мне об этом. Что ж, делать нечего, пришлось согласиться с ней. Тело обмыли и одели в губернаторский мундир. Но, боже, что это было за ужасное зрелище. Вместо головы был привязан огромный шар из ваты, обернутый белыми полотенцами. Одна рука лежала на груди, прикрывая пустой обшлак рукава другой. Местный фотограф был допущен в залу и сделал снимок лежащего на столе тела. Потом этот снимок еще долго был выставлен в витрине его фотоателье. Но я, несмотря на то, что с интересом храню фотографии, иллюстрирующие отдельные эпизоды моей жизни, так и не захотел купить этого снимка, потому что мне было нестерпимо смотреть на него. Жара стояла невыносимая. Мне доложили, что преступник задержан и отвезен в тюрьму. Но я решил наведаться туда на другой день. Об этом мы расскажем вам в нашей следующей программе. С вами был Михаил Перепелкин.